Сегодня правительство обсуждало работу государственных предприятий и организаций, в которых государство является одним из учредителей. Министры говорили об их финансово-хозяйственном самочувствии за 9 месяцев года. Кто поработал прибыльно, кто убыточно и что делать в последнем. Предварительный анализ показал – улучшения есть. Сегодня об этом заявила глава Минимущества Светлана Янилина. Профильный министр сообщила, что обследовали 42 группа и хозяйственных общества. Такой анализ позволяет понять их состояние, увидеть, какая деятельность прибыльна, какая убыточна. Суммарная выручка всех предприятий составила свыше 6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла. Прибыль тоже. Это более 198 миллионов рублей. Наибольшую суммарную чисто прибыль получили организации подведомственной Минстрою – 130 миллионов рублей. Здесь необходимо отметить, что 52% от этой суммы занимает инвестиционные надбавки госпредприятий БОС. Нерентабельными по итогам 9 месяцев являются 7 организаций. Наибольшую суммарную убыточку получили организации подведомственной Минэкономразвитии. Ситуацию министры разбирали по отраслям. По проблемным учреждениям разговор был предметным. По линии Минэка вопросы возникли корпорации развития. В разрезе Минстроя – Чувашской топливной компании. Она выставлена на продажу. Озадачивают темпы снижения, срыв планов. По линии Минтранса – аэропорт Чебоксары и Чуваш Автотранс. У последнего просроченная задолженность. По мнению профильного министра, долги снизились. А по итогам года, возможно, удастся получить прибыль. Не допускать роста долгов, работать забалансировано призвал сегодня глава Кабмина Иван Маторин. Он также дал поручение профильным министрам еще раз посмотреть, как можно улучшить финансовое самочувствие учреждений.